привет зритель первый обзор чего-нибудь с момента как я приехала вообще сегодня гоняла в светофор хотела на велике подумала что что-то меня все еще поездом не попустила поезда вроде попустила но в итоге смысле на машинках на автобусах поехала меня так накрыло всякими запахами там-то как бы скажем так чистый воздух чистая природа и все такое никаких производств нету у нас в принципе тоже не не сказать чтобы грязный воздух угрюча был но дома я чё-то унюхала вышла на улицу куча всяких разных запахов чувствовала себя котом который из родного места в деревню ехал на автобусе я конечно не мяукала сидя в сумочке потому что не в сумочке эти кот но мутило меня знатно особенно когда светофора шла там чем-то таким пахнет то ли там просто всегда чем-то таким пахнет то ли еще что то то ли просто вот мне казалось что чем-то таким пахнет шла от остановки сквозь рынок до светофора жуть вообще состояние такое было но и в общем там еще встретила знакомую которая там работает я чё-то не виделась в этот раз я вообще в последний раз в светофоре наверно полгода назад было но как-то вот мне туда удобнее раз полгода раз десять месяцев но видела в общем как бы бабушкину подругу бабушки уже давно нет подруга еще есть и что-то мы с ней поговорили она такого то то так ну по поводу того что вчера позавчера приехала говорит совсем недавний турист ну и в общем я там закупилась а в основе бытовухой ехала туда исключительно за туалетной бумагой еще какой-то хренатенью без списка литературы потому что те вещи которые потом в итоге тоже купила я не ожидала там увидеть короче как-то видела там по семьдесят девять девяносто шли восемь рулонов туалетной бумаги но мне тогда как бы не надо было тут что-то я покупаю мягкий знак она какая-то ну мягкая но какая-то вот такая вот но не такая у знакомых родственников другу откуда вы где вы такое берете такая мягкая туалетная бумага трехслойная двухслойная чё-то такое такая мягонькая пушистенькая прям вообще зева шо ли зеву я покупала ну чё-то у меня как-то вот вообще зеву я купила шестнадцать что ли рулонов когда я вот упаковку когда только сюда въехала когда вчера позавчера вернулась он блин квартира какая-то не такая но по-моему про эту самая говорила когда стрим делала короче ну там были кое-какие еще предметы бытия которые надо отнести наверное дамской комнате их не буду обозревать но они были в общем вместе с теми предметами у меня вышло на семьсот пятьдесят шесть рублей 50 копеек а так наверное может быть на сотню меньше если их убрать пакеты фасовочные вообще рассчитывала там новых рублей на 300 ну вот вышло как вышло и вообще как бы в этот с этого месяца буду стабильно так экономить конечно проекта у меня на прожить на тысячу рублей или еще что-то не будет потому что у меня принципе прилично дома еды всякой разной морозилку бы еще залезть и так растрясти чё там потому что выезжала какие-то там у меня продукты оставались я их морозилку сувала чтобы они не померли но уже вот ну ничего так не помню сейчас я соберу какой-то шум то у меня все еще стирается там какие-то отдельные вещи джинсы вот у меня еще там кофточка леновая юная будет уже простирнуть отдельно от джинсов и я еще занавеску которая тюль собираюсь сегодня стирать и у меня арома палка пахнет потому что вот я вообще никакая что-то меня так дико в сон клонит в первый день бытия в пансионате меня дико клонило в сон после обеда ну посплю потом чего я буду спать дома на сплюсь тут такая природа то все потом как-то в итоге место поспать после обеда у меня стабильно было посидеть на лавочке на воздухе или посещение в кресле пластиковом этом самом какого там на балкончике но вот у меня тут что-то обновляет я хотела слить с экшн камеры пока перед тем как записать и потом уже с фотиком ну тут что-то снимала на него что-то фоткала но вот ноут у меня соскучился видать по мне две недели мы с ним не общались даже две с лишним потому что его сегодня только включила и в общем он что-то мне обновляет потом я буду этот там может я запишу раньше но смысле смысле не запишу сейчас запису даст монтирую раньше а потом уже буду монтировать то что записала в отъезде в общем вот таких у меня два пакета у них другие пакеты у них какая-то перестановка но я еще тут говорила про экономику короче как бы я закупилась на полгода вперед некоторыми вещами но некоторые тупо не покупала вот уже когда понимаешь из чего это пластиковая хочется сказать потому что там как-то это было написано замороженная пласть что-то такое как-то сокращенно тесто свое на его пластиковое слоеное тесто короче уже знаешь из чего эти слоеные тесто делают я тут на днях как приехала по моему позавчера купила себе молока и пачку дрожжей которые вот нерастворимая вот такая пачка как у меня бабушка еще делала с таких дрожжей из похожих дрожжей пирожки там хлебушек вот думаю может там что-нибудь сваяю как смотрю на это тесто ну сама я делаю смотрю на все эти составы думаю да ну нафиг сама делаю плюс еще я как-то слегка почему-то сходнула на пару кг в пансионате про и конкретной таком питании не знаю как вот так получилось я решила что мне надо еще килограмм 5 скинуть потому что я сейчас 63 и в некоторых местах меня эти 63 напрягают потому что раньше со мной такого не было ну и как-то вот не то чтобы сесть на диету с этим у меня сложно но вообще может быть и надо сесть на диету ну как от каких-то в общем решила я пока временно отказаться от всяких печененок и так далее и вот пансионате за все 9 дней питания у меня шоколада вообще не было было как-то вафли яшкинске скорее всего печененки ну там как бы печененка такая прослойка мармеладки сверху чуть-чуть шоколадки но от силы штук 6-7 за все это время и было и там несколько вафель к чаю давали но вот именно как вот шоколад или еще что-то при этом меня как-то на сладкое не тянуло и у меня еще там пастила осталась по три куска разной пастилы там варенья у меня две пачки смысле баночки но и мою тут короче смысле вот отказаться от того что как бы печеная или что-то в этом роде то что в принципе я могу сделать сама знаешь чего и она будет менее калорийное более полезное ну и соответственно сократить расходы ну что ж начнем от эту трендычу короче купила все салфетки я знала что там у них какие-то салфетки еще когда видела какой-то обзор на светофор хэн знает с какого города помню в флудилку жалилась что у меня денег нету хочу туда но смысле как бы ничего особо не надо но меня так это шоппингом прикрыла что хочется а не на что и тут я когда туда приехала помню не нашла этих салфеток именно вот как говорили или еще что-то и тут увидела значит правда там цена была вообще не знаю к чему приклеена и на некоторые продукты я просто не представляла сколько они в итоге мне выйдут у меня еще лежит курага полкило которую там как-то покупала до килограммовую там конечно были какие-то предметы но смысле продукт съедобные которые вот можно было бы купить но не по килограмму они у меня сдохнут раньше чем будто я их успею съесть и мне этого много короче color пикник 100 штук на основе волокон целлюзгловый вот такие вот чая по моему они 1250 надо уточнить да вот салфетки 1250 что 100 штук для упаковки одна голубая другая зеленая я думаю что такой зеленый он такой же бледный как голубой так сверх ногами что лежало вот теперь у меня две упаковки салфеток однослойные основа санитарно-гигиенического назначения 100 штук плюс минус две штуки ну и меня там еще полупачки каких-то салфеток на кухне джит дата изготовления этого года вот эти 2019 а эти 2018 комфорт производитель трио т.д. общество с ограниченной ответственностью торговый дом так что ли ну в общем вот 25 рублей грубо говоря я купила себе контейнеры под цвет кухни я сначала хотела взять красный там красный голубой был и зеленый такой типа салатовый а нет красный все-таки один взяла хотел сначала взять один красный один синий потом думаю у меня кухня такая зелененькая а мы еще только из тюмени перед моим уездом говорили там что-то по поводу дизайна вида моей кухни я подумала еще вспомнила как моя подруга мы с ней познакомились когда библиотеке работала на меня на инстаграм свое время выпинала и еще раньше в контакте правда целый год пинала и помню она ванну у нее такая зелененькая ванна и все там даже гели для душа или еще что-то она старается покупать вот так вот то чтобы попадала под цвет в общем вот такой контейнер красный просто потому что красный и вот этот контейнер они 750 миллилитров прямоугольный контейнер для свч ну короче видимо микроволновки один мая этого года сделан другой тоже в мая и 3 мая я еще пооткрывала там посмотрела короче меня чё вдохновили эти контейнеры я перед уездом смотрела какой-то ролик какой-то мадам но не полностью по моему не до конца как она там морозит все что не приколочено лишь бы оно не испортилось и там у нее еще камен какой-то видимо ей задавали вопросы в том числе типа нахрена ты столько покупаешь если тебе приходится морозить а я периодически задумывалась о покупке ларя вот этого морозильной камеры отдельно потом подумала что мясо в принципе сейчас везде свежее продается и свинину можно купить и при желании тоже баранину там у нас этот головинская по каким-то дням привозят этот угличе поле или как там его молоко из углича которое как блин салфеточки на эту можно отсюда отраспотроним что-то меня нас на как-то мучить ну и ту же курицу можно при желании купить как бы свежее и удобнее чтобы не размораживать и холодильник морозилка забиваться не будет а то помню в прошлом году что-то накупила до хрена мясо и еще замораживала какие-то все эти ягоды и просто замораживала ну и сахаром и так и растительность и понимаешь у меня некуда ставить и я хотела что-то по типу размера как вот моя морозилка потому что с радио посоветовала нахрен мне вот шил на мыло дополнительную такую морозилку с мясом можно просто свежим покупать не обязательно этот про запас там по 3 кг или еще что-то как я тут ливера как-то купила в итоге у меня половину ливера но сначала он стащил а потом я уже коту сбагрила потому что что-то у меня не сложилось с этим ливером да еще эту печенку как-то мне сказали три часа варить я и варила оказалось печенку на 7 минут варить ну я как бы перемолола часть с козьим маслом там ну этот как печеночный паштет у меня вышел уж не помню состав полностью где-то мне может записано вкусно вышло ну часть у меня была лень возиться это что еще кот умудрился эту часть часть части стащить в итоге у меня кот ее сожрал я к тому что она очень много места занимает и я подумала что нафиг мне эту мясо покупать если можно вот что-то такое вот то что занимает мясо место как раз вот можно забить этими заморозками и в общем там у нее были похожие контейнеры вот так вот она делается я сначала думала для микроволновки а потом думала что она у меня для микроволновки ничего греть микроволновки не в чем и дальше она еще более плотная думала что открываешь вот эти фигни и снимется там мне не получилось эту снять ну вот на самом деле она довольно легко снимается почему такая крышка можно сказать четверной закрывашкой и вот тут такое вот тут меня вспомнил я их но ну и я вчера еще собирала вообще по идее как бы сегодня еще в сад надо съедить ну что-то я вот такая очень вялая сейчас себя кофе реанимировала чаем черным крепким реанимировала свечкой реанимирую смысле этой палкой вонючкой ну вроде как это пожила в общем вчера помимо поливания собирала внезапно впервые в жизни доверили разрешили офигеть офигею я чё-то ну как бы радостно офигею спасибо что разрешили этой жимолоси снять и в общем я хочу немножко заморозить и хотел сначала сахаром ее перетереть а потом думал мне вот сахаром много ягод перетиралась и что в итоге с ними делать вот этот варенье как бы можно там поесть этот с чаем там с бринами с оладьями а с сахаром перетерто если только вот кисель какой или компот да вот или просто разводить есть что-то я хочу изъянуть в этот раз вот ну может облепиху также вот удобнее с сахаром задолбашил потом горячей воды разбавил и ништяк ну вообще облепиху я упал один как-то с медом ну как бы концентрат делаю потом меда кладу и мне ее все-таки она полезнее если бы облепиха с медом тепленькая такая чем облепиха сахара мне кажется и вот что-то хочу просто вот этих ягод немножко заморозить немножко сделать маленькую баночку варенья и сегодня я вот делала себе с этим вообще когда приехала меня угостили с сахаром это и я там забыла как ягод отопить называется жимолостью с сахаром целую мисочку а я тут делаю сегодня на завтрак довесок такой ловите рецепт я уже в купе то я запустила в общем три-четыре столовые ложки простоквашь в общем я получилось как я купила молоко какое-то по скидке прогулялась с ним как раз про это молоко слышно в стриме когда мне звонить телефон и я на кухню ухожу и разговариваю там ничего такого сверх секретного не было поэтому я как-то не запариваюсь на эту тему хотя можно было закрыть дверь но чё-то как-то не догадалась и еще мне казалось что мне чё-то как-то камера смысле микрофон плохо чё-то ловит оказалось что просто голос у меня тогда был слегка как бы тихий простуженный немножко не простуженный но как-то так и я настроила микрофон так чтобы было бы слышно даже если бы я там шепотом за стенкой через дверь разговаривала спасибо за такую камеру тому зрителю что я задарила уже получается два года назад до стримов короче я делала три-четыре ну с этого молока у меня погуляла по жаре вместе со мной я пришла домой забыла его вовремя холодильник убрать когда вспомнила налила ну уже так это сказала слушай подожди чуть-чуть я стану кефиром но она у меня стала кефиром кстати вот не то которая живет по полгода да вот которая 10 на 7-10 дней живет такое молоко и вот он нормальный там кефир чувак который нам показывал как делать сыр роба в абхазии он уверял что сыр и творог и простокваша с молока которая обработана термически ни хрена не получится но я думаю с молока которая полгода стоит действительно не получится вот это 7-10 дней вполне себе нормально получится тот же кефир в общем у меня вышел кефир этот простоквашка я с 4 столовых ложки в пиалочку зафигачила там ягодок сколько-то горточку кинула по штучка почему-то кидала потом размешала это все вилочкой слушайте так вкусно получается вообще по вкусу будто это с черникой делаешь ну вот я хочу вот в одном из них заморозить плюс еще у меня там растительность будет так ну смысл укроп уже есть вообще у меня укроп как-то быстро закончился в этот раз хочу сделать не только сушу ну не только заморозить еще посушить и сделать укроп солью как вот раньше вот мне бабушка так делала я иногда делала но в прошлом году я что-то какой-то лук который лучше было заморозить чем солью перетереть зафигачила он у меня он не заплеснил но там какой-то такой цвет вид у него вышел может это соль как-то вот бывает сахар засахарился варенье да тут соль как-то вот так отложилась и мне как-то стремно это есть они как никогда особо идут они нюхают тут что-то понюхала может быть лук действительно так и пахнет я думаю что нибудь из этого надо сделать короче и вот хочу этот раз еще и укропа поморозить ну и заготова короче делать в общем у меня эти контейнеры идут в морозилочку сейчас скажу почем счастье так я достала этих салфеток мягкие салфетки однослойные мягкие салфетки где у нас эти контейнеры контейнер прямоугольный лоток 33 рубля 80 копеек штучка вышли они у меня на 101 рубль 40 копеек что я тут себе купил а я купил себе горошек я сначала хотела себе купить эту оливку черную там по 49 что ли она была без косточки потом думаю последний раз когда покупала оливки предпоследний раз я их открыла забыла про них они умерли последний раз я их открыла мне их пришлось есть удивительно я что-то так подумала даду думаю ладно если приспичит уж совсем оливок съезжу сюда ли может тут по скидке будут какие-то оливки продаваться в общем мне в свое время продавец того магазина которая однокласска моей сестры одной из сказала что на покупать чтобы чтобы зеленый горошек купить ну смысле прежде чем его купить надо посмотреть написано ли там из мозговых сортов тут написано закусон 425 миллилитров горошек зеленый из мозговых сортов изготовить артрео зеленая компания кабардино-барлканская республика город нальчик помнится у меня есть короче одна из троюродных сестер и когда мы мелкие были тусили у нее в ее районе где она живет там к ней приезжала какая-то девочка из этого города нальчика как ее звать вообще не в курсе но смысл может тогда то и в курсе было что у нас тут состав зеленый горошек свежемозгового сорта вода питьевая сахар соли а еще мне подписчики дорогие объяснили свое время что надо еще смотреть на дату ну типа если июнь и июль то значит действительно мозгового сорта они вымачиваемый этот у нас седьмого июля седьмого июля вполне еще можно жрать горошек прошлого года и срок годности у него аж четыре года в общем вот я как раз сегодня хочу у меня там свеколка осталась которую мне бабушка последняя бабушка из семейства смирновых фамилия у нее уже другая намного девичьей фамилия из последняя бабушка из семейства смирновых пчеловодов у клического района потом становится выдала мне как-то когда последний раз там была свеколку с картошечкой и морковочкой вот у меня свеколка еще кажется живая я вчера позавчера точнее еще заглянула в холодильную камеру внизу это думаю сейчас думаю загляну если она все умерла то придется сразу вытаскивать лучше потом загляну в итоге заглянула все ништяк короче сварю я сегодня себе овощей завтра сделаю винегретик у меня немножко другие мешки для мусора я видела их в обзоре мне очень нравятся но их я что-то не видела с красной упаковкой вот кот сварил вот у меня периодически все еще шизеет я сегодня кушала он так это чуть ли не на голову у меня напрыгивал мур-мур-мур-мур-мур ну хотя бы уже не орет тогда входил первые полчаса орал тут периодически еще что-то ходит и орет вчера он ходил орал я из сада приехал что ты хочешь я к нему подошла глажу и он успокоился а тут сидел просто мур-лыкал первую-то ночь он вообще ночевал у меня попрыгал по мне и свалил сторожить мои тапки босоножки эти джинсовые в которых я приехала видимо думал что если он на них вот сидеть то я точно никуда не свалю в общем светофоров мешки для мусора 60 литров 50 штук прочные и практичные я покупаю обычно ну что было на 60 литров потому что намного удобнее ну как бы мешки с завязками если есть то можно и на 30 литров ну как-то я покупаю вот что-то вот такие мешки ну похоже без завязок короче на 60 литров и что-то я много часто говорю это ну вот мешки для мусора раз у меня там полтора упаковка еще осталось тех ну чтоб уж совсем опять это нужно чтобы уж совсем хватило до конца допустим года можно даже на следующий год и и другие мешки для мусора 60 литров 50 штук большое ведро тут у нас сколько в общем 100 штук у меня мешков сейчас узнаем почем кайф на рынке пакеты для мусора мешки для мусора короче и те и другие по 32 рубля пакеты для мусора точно и мешки для мусора в чем разница большое ведро офигеть полиэтилен низкого давления хранить недоступном для детей месте на расстоянии не менее одного метра от источников света окей засунем куда подальше что у меня тут еще тоже вот пакеты фасовочные универсальные 24 сантиметра на 37 сантиметров 300 штук из полиэтилена для пищевых продуктов тоже светофоров я что-то так подумала что почему бы нет периодически их надо стабильно у меня там есть какой-то рулончик из магнита купленный в общем сейчас мы найдем почем счастье кстати пакет майка без рисунка 40 сантиметров ну вот этот вот короче чего-то там вот эти зеленые пакеты по 250 давай пакета нет спросил пакетик можно отдать и подарил пакетик два пакетика что-то удивилась я думаю то что я давно купила но бы в один пакетик пришел желание не влезла а сумку набивать летнюю как-то уж совсем так мешки для мусора вот фасовочные пакеты универсальные светофоров 300 штук 46 рублей 80 копеек я думаю что вполне себе бюджетно я купил себе фольга я не была уверена что у меня там еще прилично этой фольги и одну фольгу я помню покупала на какая-то такая парашная была где покупала не помню может быть фиксики а еще покупала как-то пленку и в общем она мне вся эта пищевая несколько отрывал ну нормально как-то было как-то вообще вот она закрутилась оборвалась и в итоге выкинула да ладно переработку в этот мусор перерабатываем в общем пленка у меня сейчас есть а вот с фольгой вдруг ее мало я решила купить пока раз уж там увидела фольга алюминиевая 30 на 15 30 сантиметров 15 метров эконом 9 мэк рс мэк мэ точнее готовим без масла перед уездом месте запекала кучку я там еще курочки немножко осталось мне еще где-то валяется этот рукав для запекания нашла тут купе где более-менее приемлемый рецепт думаю потом как-нибудь сделала потому что курочка у меня часть курочки лежит в морозилке купила позавчера как приехала учета там цена была в нашем магните а то что мне надо было найти не могла в итоге взяла какой-то куриный шашлык оказалось это исключительно белое мясо с немножко костей я не очень люблю как-то белое мясо бульончик то с него нормально было с этой половиной лоточка но ну соответственно слегка и подороже часть у меня если бы не дала сам бы скоммунизил потому что кусочек мужа скоммунизили пока там отвлекалась а хозяин человек если у тебя есть кот и ты варишь мясо не отвлекайся иначе мясо не будет так фольга эконом 44 90 в принципе нормально вот чё купила из еды сделаю я думала что у меня было мороженое но видимо я его или съела перед уездом или все-таки какой-то кусочки за мою засунула морозилку в общем надо все-таки залезть в эту морозилку с головой и узнать что там есть куплю потом себе сгущенки смысле этой сливок домик деревня и сделаю мороженку ну и так может с блинами потому что чё поем сгущенное сахаром молоко гос цельная 8 и 5 у них как-то покупала немножко иное ну именно сгущенное молоко а потом что-то долго не было и была какая-то вот эта сгущенка где-то масло какой-нибудь пальмы а тут нормальный состав снова молоко нормализованное сахар скобочках сахароза и лактоза вкус сладкий 12 месяцев по моему она живет до срок годности в течение 12 месяцев 380 грамм сделано оно у нас 26 апреля этого года сейчас скажу почем счастье сгущенка молоко сгущенное 43 рубля 40 копеек ну за оба мне вышло 86 80 я купила на всякий случай у нас там вообще лампочка какая-то долго играющая в коридоре висит ну на общей площадке думаю фиг знает вдруг придет моя очередь а у меня нет лишней лампочки тут-то у меня еще года два не прогорят стирал когда стиралась на кухне тоже в коридоре мне нам друзья заменили ту которая оказалась не долго играющая но здесь еще есть лампочка тоже как бы в ночничке настольной лампе но я как бы редко юзаю в принципе свечу туда или вот про запас просто лампочка я тоже видела читала смысле смотрела в основном на ютубе какие-то отзывы и вот тоже как бы там говорили что ничего ничем нет ничего ничем не хуже вот эти лампочки эконом коллект белый свет я вообще как-то не очень догоняю белый и желтый светодиодная лампа 70 ватт е27 и вот оказывается маленькие лампочки не более отберегающие чем крученая которая вот у меня по моему в этой как раз настольной лапе а все остальные у меня с лампочки минутки малюсенькие здесь я очень посмотрела что мне в общей сложности не считая светодиоды там какая-то вообще 30 лет горит без перерыва ванны и на кухне 3 в коридоре 1 вот эта лампочка настольная еще одна и тут 5 коров грубо говоря у меня 10 лампочек на всю квартиру большой цоколь стандартный цоколь я как-то даже не глянула какой-то цоколь ну что вот маленькие цоколь у меня как раз те которые вот здесь вот и там другие еще какие-то похоже лампочки были но смысл других коробочках тут какая-то бумажка видимо по применению оставайся да скорее всего она вот мне в коридор подойдет и на кухне если так вот что а вот сюда-то иная лампочка ну или в коридор если понадобится моя если придет моя очередь то на площадку вполне себе такая хорошая лампочка и кунумка как ее правду теперь обратно засунуть а я ее жду по ходу дела за стола еще у меня такая мысля как-нибудь доехать до ярика зайти в ауру в фраше и в этот магазин где еще спортмастер то мне каких-то бонусов накидали не прошло и двух двухсот лет двух лет как я там покупала перчатки ну что-то я хотела там для великой себе и если вдруг кто захочет из ерика можете со мной пересечься общем вот лампочка где-то лампочка тут еще лампа светодиодная экономка 39 60 причем на ценнике там что-то было 46 но видимо этот ценник был другой лампочки чего мне тут один пакет закончился у меня есть пакет за 250 офигеть под какое-нибудь что-нибудь ну у меня там под перерабатываемый мусор есть другие пакеты а это хороший пакет можно под что-нибудь использовать так другой пакет ватные диски я не помню покупала там ватные диски или не покупала или только слышала что они там бывают и покупала но какие-то другие мне еще указ там женщина покупатель попалась и что-то так вот ой спонжики спонжики я поняла что про это 26 чем-то я всегда такие беру и вот последний раз у них покупала все таки какие-то вот когда мы все когда последний раз у них покупала ватные диски не были немножко другой упаковке может быть такие же вот как те прокладки гаммед нас ай партон и так далее гигиенически той же вот этой ну какая-то там желто-белая полоса короче они стоили может рублей на 5 дешевле чем в ашане ваша не по-моему 35 или 36 что такое стоит вот эти те же 120 штук тут у нас 120 штук ватные диски 2690 все равно и сейчас скажу что мне тут вышло 4 штуки 107 рублей 60 копеек я сразу так себе закупилась потому что у меня там вроде как осталось еще одна упаковка каждого дня плюс я с собой брала у меня там еще может штук 40 осталось привезем привезла обратно они конечно в отличие от каждого дня нету от этой веревочки затягивать но я их открываю в каждом мне и с той стороны где есть веревочка и другой стороны где нет веревочки как бы особой разницы нету для меня честно вот так года прям запас я купила себе влажные салфетки но это чисто в основе до дома в сумку такое не положишь она большое сенса универсальные влажные салфетки сито штук правда тут я не нашла где написано что штук сделано при этом белоруссии но на ценнике было написано что это 100 штук у салфетки 100 штук а нет это не стоит а вот влажные салфетки универсальные 100 штук 26 рублей 70 копеек туалетная бумага делюкс она выглядит так как вот я такую искала чтобы она была такая как бы мягко я думаю что именно такая и есть премиум класса гарантия качества гос 2005 года эко 100 процентов натуральная без вторсырья третий слой 3 слоя 3 слоя 3 слоя и 8 рулонов объясните мне танкисту что такое вторсырье в туалетной бумаге состав 100 процентная первичная целлюлоза упаковка патиленовая пленка 16,75 метра на рулон 9 и 4 сантиметра в эту самую и 12 с половиной сантиметров это видимо вот этот вот квадратик вот я ее трогаю она мягкая я ее могу она мягкая в общем вот такие пироги сейчас вспомнила на высоте у меня закладывала уши но наш гид и водитель водитель очень стебался она сказала открывать рот а он сказал до 40 сантиметров открывайте рот я не знаю как это вообще возможно ну или раскрывайте рот как можно шире чтобы уже не закладывала а тут у меня что-то высморкалось слегка заложила на ухо наверное но вспомнила как мы ехали всем спасибо за просмотр и всем пока